Мы познакомились с вами с директивой импорт, которая позволяет вводить в пространство имен одного модуля, функции и другие объекты, которые определены в другом модуле. Есть и обратная задача. Мы можем управлять списком имен, которые экспортирует наш текущий модуль, делая их доступным для других модулей. Давайте посмотрим на пример. Наша программа будет состоять из двух модулей. Первый модуль, модуль test, содержит определение двух простых функций. Первая функция суммирует пару переданных в нее аргументов. Вторая функция, это тоже знакомая нам функция, она, независимо от переданного ей аргумента, всегда возвращает значение 42. Второй модуль, модуль demo. Для того, чтобы использовать функции, определенные в модуле test, внутри модуля demo, мы должны импортировать этот модуль. Когда мы импортируем модуль без всяких дополнительных указаний, то импортируются все функции, определенные в модуле test. По умолчанию из модуля импортируются все функции. Таким образом мы можем пользоваться функцией const42, можем пользоваться функцией sumit. Две функции f1 и f2, это константы, которые не принимают никаких аргументов и могут вызываться изнутри нашего модуля demo. Давайте запустим интерпретатор и импортируем, загрузим модуль demo. Мы видим, что процесс компиляции происходит в две стадии. Сначала загружается модуль demo, но поскольку там присутствует директива import test, то загружается модуль test, он компилируется, но правда в режиме интерпретации. А после этого, если компиляция прошла успешно, у нас тот же самый процесс происходит с модулем demo. После этого, поскольку все правильно, нам GHSI сообщает ok, модуль загружен, модуль загруженный demo и test. И теперь мы имеем доступ к модулю demo и можем вызывать те функции, которые в нем определены. Ну, например, функция f1, которая должна нам возвращать 42, независимо от переданного аргумента, и функция f2, которая должна складывать два числа. Мы видим, что все работает. Если мы хотим в модуле test ограничить доступ пользователя к части из присутствующих здесь функций, мы должны описать внутри модуля test директиву export. Директива export указывается вот здесь вот. А после имени модуля в скобках мы указываем все, что требуется экспортировать из этого модуля. Например, предположим, что мы хотим экспортировать функцию суммирования, а функцию com42 не хотим экспортировать. Она является внутренней функцией для нашего модуля и не является частью публичного интерфейса, который модуль test будет выставлять. Теперь мы сохраняемся, а и попытаемся перезагрузить наш модуль demo. Мы обнаруживаем, что компиляция неудачна. Загружен всего лишь модуль test, а модуль demo не загружен. Почему это происходит? Потому что функция const42 теперь рассматривается как недоступная изнутри модуля demo. Хотя мы импортируем test, но test импортирует нам единственную функцию, сам it. Поэтому функция f2 действительно может быть скомпилирована, но функция f1 содержит вызов, который не определил. Поэтому теперь модуль test имеет другой публичный интерфейс без функции const42, и поэтому ее мы вызывать не можем. Если мы закомментируем эту функцию и оставим вызов только той функции, которая модулем test экспортируется, то мы можем перезагрузить нашу программу. И вот мы видим, что все работает. Функцию f2 по-прежнему мы вызывать можем, но функция f1 не может быть реализована, потому что функция const42 нам недоступна. Директива экспорта является единственным инструментом для обеспечения в Haskell инкапсуляции. Мы знаем, что в объектно-ориентированных языках понятие инкапсуляции заключается в том, что мы можем делать некоторые части нашего кода недоступными для вызова снаружи. Та часть кода, которую мы пишем, которая предназначена для реализации некоторых внутренних деталей, она обычно делается недоступной с помощью приватных частей объявления класса или еще подобного рода инструмента. В Haskell единственный способ сделать инкапсуляцию – это сделать ее на уровне модуля. То, что мы хотим сделать публичным интерфейсом, мы экспортируем из модуля. То, что является деталью реализации, хотя и объявлено у модуля на глобальном уровне, мы не экспортируем. Таким образом, мы управляем доступом к нашим модулям через директиву экспорта.